Успеть за две недели застройщики ринулись согласовывать проектную документацию по старым нормам. С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся. Подробности выяснял Данил Снисар. Дома-гиганты в несколько десятков этажей с сотнями квартир и тысячами жителей. И все это на одном квадратном километре. Для строительных компаний в Украине главное количество, а не качество. Впрочем, через две недели им придется работать по новым правилам. С 1 вересня это уже будет неможливо сделать, потому что, если населенный пункт имеет население до 50 тысяч осіб, то можно будет строить только домики до четырех поверхов. Если 50-100 тысяч осіб, то только девять поверхов. И уже для великих мест, для мегаполисов, высотность домиков будет значиться мастобудивной документацией. Как вы понимаете, такое нововведение, оно, где большего, самое, будет стосоваться, самое, примеськой зоны, біля великих мест. Новые строительные нормы помогут предотвратить появление новых бетонных гетто, уверяют эксперты. Застройщиков обяжут увеличить количество парковок и зеленых зон около домов. Впрочем, главная проблема, кто будет контролировать застройщиков, осталась нерешенной. Все эти вещи, они, к сожалению, глубокому, носят вроде бы, ну, типа декларации правильные, типа европейские, но без изменения системы государственного регулирования, государственного контроля и без и ответственности, жесточайшей ответственности должностных лиц за соблюдение вот этих и других норм, это все будет пшик мертворожденный ребенок, к глубокому сожалению. Нерешенной остается и еще одна проблема. Срок эксплуатации панельных многоэтажек и хрущевок, построенных в прошлом веке, уже истек. Постройки 60-х годов прошлого века скоро начнут разваливаться, говорят эксперты. Украина в год может построить 94 тысячи квартир. При этом нам 2 миллиона квартир, буквально в ближайшие 5-6 лет что-то с ними надо будет делать. То есть квартиры, которые будут находиться в домах, срок эксплуатации которых заканчивается. Никто не говорит о вот этой проблеме, которая в общем-то действительно может быть катастрофой. Когда чиновники начнут решать эти проблемы, вопрос риторический. Данил Смисер, Евгений Каминский, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.